Здравствуйте! Это программа «Справедливость». С вами Алексей Козицкий. Праздники закончились. Пора поговорить на серьезные темы. Одна из которых звучит совсем безрадостно, потому как увольнения не всегда случаются по собственному желанию. Отношение работника и работодателя вопрос непростой, тем более, что касается расторжения трудового договора. И я хочу, чтобы разговор у нас сегодня получился объективным, поэтому справедливо будет рассмотреть проблему с обеих сторон. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, самый мирный способ увольнения – это по соглашению сторон. Работник и работодатель могут в любое время согласиться прекратить трудовые отношения. Такой способ выгоден и той, и другой стороне. Работник вправе рассчитывать на отступные выплаты. Работодатель может не беспокоиться, что работник в одностороннем порядке изменит свое решение. Мирно, цивилизованно, законно. Договорились, разошлись. Однако, так получается не у всех и не всегда. Сложная экономическая ситуация вынуждает работодателей пересматривать свою кадровую политику. Если вас решили сократить, смело отстаивайте свои права и требуйте от работодателя полной выплаты, уверяют в инспекции труда. Хочется сразу предупредить, чтобы работник не соглашался написать заявление по собственному желанию. Потому что у нас в инспекции было порядка 30-40 обращений, это в основном первой половине 2015 года, когда каждый работник приходил сюда и жаловался, что работодатель понуждал его написать заявление по собственному желанию. Когда речь идет о сокращении штата с момента получения уведомления, а уведомить работодателя обязан не позднее, чем за два месяца до сокращения, у работника есть шанс получить пять зарплат. Две полные выплаты человек получает с того момента, как узнал неприятную весть. Еще одна зарплата – это выходное пособие. Еще одну зарплату работник получает, если не смог устроиться на работу через месяц после увольнения. И на пятую выплату сокращенный работник может рассчитывать, если вовремя встал на учет в центр занятости и там тоже не получил работу. Уходя с работы, твое дело как гражданина – взять с этой работы все. То есть тебя выкидывают с работы, ты теряешь средства к существованию, а работы настолько мало в крае, что ты ее надолго, скорее всего, теряешь. Ты должен взять все, что ты можешь. И это возможно. Но далеко не каждый работодатель готов поступить со своими работниками справедливо. Зачастую сотрудника заставляют написать заявление по собственному желанию, чтобы избежать дальнейших выплат. Как правило, это используется психологическое давление. Различные прибегают. Иной раз обманом работодатель подходит, что ты напиши заявление, я тебе все выплачу. Иной раз начинает ругаться, понуждать работника. Особенно это женщины молодые, у которых дети маленькие. Когда начинается давление, не выдерживает многие и пишет. Один из немногих способов защиты от работодателя – обратиться в инспекцию по труду. Организация проведет проверку и заставит работодателя поступить по закону. Еще одна организация, которая всегда на стороне работника – профсоюз. Вы должны быть организацией, профсоюзом, да, потому что с одним человеком всегда легко справиться. И все время отслеживать. Вот все ситуации с массовыми сокращениями, там, где были профсоюзы, мы знали заранее, что будут эти сокращения. Хотя работодатель до конца скрывает почему-то свои планы. Работника от работодателя защищает федеральный закон. За последние несколько лет штрафные санкции для работодателей выросли в несколько раз. Теперь нарушать права работника даже невыгодно. Но недобросовестные работодатели нашли способ закон обойти, не оформляют сотрудников в штат официально. Помните, если вы нетрудоустроены по трудовой, доказать, что вы работали на предприятии и имеете право на серьезные выплаты по сокращению практически невозможно. Если заходит разговор об увольнениях, общественность встает на сторону работника. Оно и понятно. Однако, справедливости ради, давайте рассмотрим ситуацию, когда работодатель прав. Такое бывает, и даже чаще, чем можно себе представить. С точки зрения работодателя, сотрудник должен быть эффективен, как минимум справляться со своими обязанностями. Работник должен соблюдать правила трудовой дисциплины. Опоздания или ранние уходы сказываются на производительности труда. Что делать владельцу или директору предприятия, если человек систематически нарушает дисциплину? Если сотрудник пренебрегает правилами безопасности или портит имущество компании? Стоит ли держать такого сотрудника, платить ему зарплату? Может быть, нанять кого-то более ответственного? При всем при этом, уволить нерадивого сотрудника непросто. Неграмотная попытка может привести к череде судебных разбирательств. Каждый второй работодатель так или иначе, ну, пытается ущемить права своего работника. И тогда рабочему человеку на помощь приходят инспекция по труду и профсоюз. Но если работник нарушает дисциплину, откровенно не справляется с обязанностями, работодателю идти некуда. Нет организаций, которые бы защищали от работников. Защищает только закон. Избавиться от плохого работника можно быстро и на вполне законных основаниях. Если вы дорожите своим рабочим местом, не нарушайте трудовую дисциплину и порядок. Есть правила, за нарушения которых работодатель имеет право уволить вас в одностороннем порядке, без лишних разговоров. За мелкие нарушения преждевременный уход с работы, опоздание, как правило, не увольняют, а наказывают штрафом. Но есть серьезные пункты, за однократное нарушение которых может последовать увольнение. Серьезным нарушением считается пребывание на работе в нетрезвом виде, появление на работе в наркотическом опьянении, хищение имущества работодателя, растрата средств работодателя, намеренное или даже случайное порча имущества, разглашение важной конфиденциальной информации, прогул или отсутствие на работе больше четырех часов без уважительной причины. Трудовые споры нередко доходят до суда. В этом случае и той, и другой стороне не обойтись без помощи юриста. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, что может послужить причиной для увольнения работника? Все основания увольнения работника исчерпывающим образом перечислены в 77, 80 и 81 статьях Трудового кодекса. Там говорится об увольнении по инициативе работника, об увольнении по инициативе работодателя, либо об увольнении по независимым от сторон причинам, например, в случае ликвидации организации. Соответственно, наиболее распространенной причиной увольнения работника является увольнение по его собственному заявлению. По собственному желанию. По собственному желанию, да. В связи с написанным им дальнейшим заявлением. Также нередки случаи увольнения работника по инициативе работодателя, например, в случае сокращения штата, в случае нарушения сотрудникам правил трудовой дисциплины, в случае прогула, появления на рабочем месте состояния наркотического опьянения и так далее. То есть каждый конкретный случай можно рассматривать отдельно и говорить уже о защите прав как работника, так и работодателя в каждом конкретном случае. Интересный случай. Вот вы сказали в случае алкогольного или наркотического опьянения. Вправе ли работодатель заставить работника пройти экспертизу на, допустим, алкогольное опьянение? Вправе, и это очень важно, поскольку если не будет засвидетельствовано его состояние, появление на работе в таком состоянии, то в дальнейшем случае судебного спора по увольнению будет очень сложно доказать, что сотрудник действительно был в состоянии алкогольного опьянения. А если работник отказывается проходить эту экспертизу? Если работник отказывается проходить эту экспертизу, то нужно составить соответствующий акт, который должны подписать присутствующие на рабочем месте другие работники организации. Это уже будет тоже доказательством в случае судебного разбирательства. Но на самом деле все-таки наши суды более на стороне работника, и поэтому доказывание, что работник был действительно пьян, а не что-то там другое с ним происходило, может, он элементарно плохо себя чувствовал. Если все-таки доказали, что работник был пьян, этого достаточно для увольнения? Этого достаточно для увольнения. То есть разовый приход на работу в состоянии алкогольного опьянения – это увольнение? Да, это грубое нарушение правил дисциплины на рабочем месте. Если работник считает, что все-таки с ним поступили несправедливо и, соответственно, несправедливо уволили, какие его действия? Есть множество способов защиты работникам своих трудовых прав, таких как самозащита, обращение в судебные органы, обращение в инспекцию по охране труда и обращение в профсоюз, если работник состоит в профсоюзе. Соответственно, если работник считает, что его несправедливо уволили, он сам выбирает способ защиты своих. Михаил, а как быть с работниками таких, скажем так, творческих профессий? Например, дизайнер, маркетолог. То есть, если работодатель понимает, что этот человек не соответствует тем параметрам, которые требуются на этом предприятии? Чтобы определить, соответствует работник или не соответствует занимаемой должности, нужно разработать соответствующую должностную инструкцию и, исходя из нее, уже определять, соответствует он или не соответствует. Опять же, для того, чтобы принять решение, что работник не соответствует занимаемой должности, должна быть создана комиссия, которая будет определять, соответствует он должности или нет. То есть, соответственно, просто работодатель по своему усмотрению решить, соответствует работник занимаемой должности или нет, не может. Но вы справедливо заметили, что люди творческих профессий, там крайне сложно определить, соответствует он занимаемой должности или нет. Но и в конечном же счете все равно все идет от того, что работодатель определяет, приносит ту необходимую пользу предприятию работник или нет, или он просто формально числится в штате и свою трудовую функцию на все 100% не выполняет. Соответственно, если все-таки ситуация идет к увольнению в связи с тем, что работник не справляется, либо, как работодатель считает, не соответствует занимаемой должности, то крайне важно правильно оформить при заседании комиссии, которая будет определять, соответствует он этой должности или нет, правильно оформить все документы. Поскольку в ином случае в суде будет работник восстановлен в своих трудовых правах. Михаил, исходя из вашего опыта и вашей практики, что бы вы посоветовали работнику и работодателю в случае, если ситуация подходит к увольнению? Я советовал бы, во-первых, работникам ответственно относиться к выполнению своих трудовых обязанностей, а работодателю помнить о его обязанности своевременной и должным образом оплачивать работу работника и поощрять его, чтобы работник был мотивирован и работал на результаты. Тогда, возможно, и увольнять никого не придется. Но в случае, если уже ситуация идет к увольнению, то прежде всего имеет смысл поговорить с работодателем и как минимум предупредить о том, что ты собираешься уволиться, чтобы это не застало врасплох руководителя, который потом вынужден будет в пожарном порядке бегать и искать работника на замену. И если уже все-таки ситуация конфликтная, то наше законодательство на стороне работника. Работник может обратиться как в суд, так и в инспекцию по охране труда, в прокуратуру элементарно может обратиться работник. Работодатель же в случае увольнения работника должен быть максимально документарно готов к увольнению работника, поскольку зачастую увольнение работника может быть оспорено в суде. Правильно ли я вас понимаю, что наиболее спокойный, мирный, цивилизованный способ разойтись, так скажем, это все-таки по соглашению сторон? По соглашению сторон, либо по собственному желанию работника. Спасибо, Михаил. В человеческих отношениях, будь они деловыми или дружескими, самое важное – это уважение. Если это качество на первом плане, то любые разногласия решаются, без конфликтов и уж тем более без суда. Я хочу пожелать всем начальникам уважать своих подчиненных, а всем подчиненным ответственно относиться к своей работе. Не забывайте, что справедливость – это не только права, но и обязанности. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова